Серёга, сейчас снова на эту сцену выйдет ваш подопечный. Открою секрет, что песню, которую он исполнит через несколько минут, он выбирал самостоятельно. С вами советовался? Вы поддержали его выбор? Дорогая Мариана, да, он советовался со мной. Я одобрил его выбор. Это очень осознанный выбор и взрослый выбор. Мне этот момент кажется и торжественным, и немного грустным, потому что на протяжении всех эфиров я помогал Володе готовить композиции, участвовал в постановке номеров, в подборе образа, сопровождал его и помогал ему, насколько мог, в этом непростом тернистом пути. И получается, что это сейчас будет его прощальная песня. Он первым, получается, из конкурсантов исполнит завершающую песню в конкурсной программе. И получается, что я передаю его таким образом, и судьбу его творческую передаю зрителям нашим уважаемым. Мне не стыдно за Володю, потому что он шел непростым, трудным путем и вел себя достойно и мужественно в затруднительных ситуациях подчас. Я благодарю телезрителей за то, что помогали мне готовить Володю, верили в него, верили в меня. Я ощущаю это тепло по ту сторону экрана. Всем большое спасибо. А теперь встречайте. Крайний раз на этой сцене, но не в последней вообще, Владимир Арутюнян. Месяц назад вы писали письма себе в суперфинал. Ты помнишь, что ты написал? Да, помню. Ставь глобальные цели и не бойся их реализовывать. Все получится. Может, тот, кто думает, что может. На сцене двое участников. А что бы это значило, Вариан? Ну, сейчас у вас, Владимир Арутюнян и Николай, есть уникальная возможность исполнить свои спасительные песни. Сейчас у сутки будет весьма сложный выбор. Я даю свой голос Владимиру Арутюняну. Признаюсь честно, мне уже было морально чуть-чуть трудно. Я вспомнил момент, когда мы приехали в лагерь, когда мы стояли все у стартовой вот этой вот черты. И нам сказали, вот где-то там есть поляна с шариками, и вы должны прибежать и там шарик нужного цвета взять. Я помню, как я бежал. Я держал костюм, кофр, у меня портфель постоянно спел. Но я бежал за этим шариком. Я безумно этого хотел. И когда у меня такая мысль проскочила в голове, а вот если ты сейчас готов сдаться, зачем ты тогда бежал? Я пытался отгонять все плохие мысли. Я понимал, что я андерток. Мне уже в голове там начинал примерно прогонять слова песни за жизнь. Но при этом я все равно надеялся, что, пожалуйста, пускай все будет хорошо. Владимир Арутюнян! На проект я пришел по внутренним каким-то ощущениям очень скованным, неуверенным в себе. Вот я такой, я как пружина. Сжался, да, я там что-то делаю. Сейчас, перебрав множество образов, попробую себя в разных стилях. Все на свете было и взряд, мне напрасно было. Я стал увереннее в себе. Я стал больше себе верить. Быть может мне, ты скажешь да. И зритель мне стал больше верить. Я точно такой же человек, как и человек, который сидит по ту сторону экрана. Должен соединиться с залом, который, коллективный зал, по ту сторону экрана. Этот зал вся страна. У нас, так или иначе, у каждого в жизни происходит так, что ты идешь, 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 ты падаешь. У меня точно так же, как у всех. Все, что у меня есть, мне это никогда легко не дало. Продолжение, конец той фразы, начало следующей, понимаете? Там с дыханием, мне что-то так тяжело вообще. Естественно, ну естественно. Я понимаю, что в следующем эфире будет непросто. Потому что объективно Ванька поет лучше, чем я. Маргоша тоже хорошо очень поет. В чем твое преимущество? Я просто держу в голове цель и не знаю. Иду вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Владимир Арутюнян. Вот и кончилась тетрадь. А повесть не дописана. Прости меня, но... Обрывается строка. В жизни так бывает. Что дальше я и сам не знаю. Забывается вчера. Ни числа, ни имени, спаси меня. Я, что имею, не храню, А потерявши плачу. А у тебя ведь все иначе. Каждый день я искал Твой призрачный след Любви больше нет Беги вопреки Я здесь, я с тобой Пока гаснет свет И стихнут твои шаги Вот и кончилась тетрадь Ты не поверишь Мне легко Мне так легко Я Предаю ее огню Пальцы обжигая Я прощаю вас И отпускаю Каждый день я искал Твой призрачный след Любви больше нет Беги вопреки Беги вопреки Я здесь, я с тобой Пока гаснет свет И стихнут твои шаги Беги вопреки Каждый день я искал твой призрачный свет. Любви больше нет, беги вопреки. Я здесь, я с тобой, пока гаснет свет и стихнут твои шаги вопреки. Молодец! Владимир Арутюнян, вопреки всему, вопреки прошлым номинациям, здесь и сейчас он стоит на этой сцене и борется за звание победителя нашего проекта. Владимир Арутюнян. У каждого капитана, у каждого адмирала должна быть причина вернуться на сушу. Для Владимира это сегодня, безусловно, любовь и мнение Ольги Бузовой. А я как раз про любовь и думала, как-то любви больше нет. Только любовь этим миром и правит. И ты находишься здесь тоже благодаря любви, любви к сцене, любви своей семьи, любви поклонников, которые у тебя уже есть. Ты знаешь, я смотрела на тебя и вспоминала весь твой путь, а он был длинным достаточно. Я поймала себя на мысли, что не сразу разглядела тебя. Как тебя раскрыл «Фактор Бай», как он помог тебе. Я вижу сейчас достаточно уверенного, интересного мужчину, который очень красиво, душевно, с расстановкой правильной исполняет очень красивую песню. Без лишней суеты. Вы понимаете, о чем я говорила, когда Марго выступала одна? И мы сейчас видим, по сути, вот такие сольные выступления. Вот ничего не нужно. Есть твоя энергия, твой смысл, твой месседж, который ты несешь. Есть ты, Владимир. И поэтому все складывается. Спасибо, я получила невероятное удовольствие. Очень люблю эту песню. И очень здорово, что она прозвучала в суперфинале нашего шоу «Фактор Бай». И наставник у тебя, конечно, красавчик, Сирок. Молодец. Прекрасный путь вы провели вместе. Спасибо. Спасибо за комментарии. Руслан, как вам такой мини-спектакль от Владимира Ротвиняна? Я получаю колоссальное удовольствие. И меня переполняет чувство радости. Чувство радости за тебя, Володя. Я помню, как кем ты пришел на кастинг. Неуверенным парнем. Непонимающим. Вроде поющим. И каким ты сейчас артистом перед нами. Как тот сейчас перед нами. Большой артист. Понимаешь? Уверенность в тебе. Вот этот взгляд, понимаешь? Вот там девчонки уже жаждут окончания финала. И это хорошо. Это твои поклонники. Я тебе желаю, чтобы на твоем творческом пути были прекрасные хиты, которые будут для тебя писать композиторы. Чтобы у тебя были сольные концерты с собственными песнями. И вот с такими номерами. Бери Рома Ковалева в команду. Колю Сосину бери к себе. Который из каждой песни, понимаешь, которую мы знаем и слышали, делает шедевр. Спасибо тебе большое. И наставнику твоему спасибо. Браво. И спасибо вам, Руслан, за прекрасный комментарий. Сергей Васильевич. Вы знаете, я буду, наверное, все о своем. Потому что этот вечер для меня особый во всех смыслах. И вы поймете потом, почему. Я благодарю руководство Bell Tele Radio за то, что оно пригласило меня участвовать в этом шоу. И уговорило участвовать в нем. Мне это очень дорого. Я благодарю наших администраторов Сергея Минского и Олега Остроленко. Которые заботились о нас, о нашем быте. Вот максимально обеспечивая нам комфорт. Вот наше бытование, вкусное питание на площадке. Поездки все. Чтобы это было четко, вовремя. Олег вместе со своей помощницей Натальей устроили мне несколько дней новогоднего отдыха в одном из прекрасных белорусских санаториев. Я не забуду этого никогда, друзья. Спасибо. Я благодарен нашему чуткому, заботливому костюмеру Сергею Горосту. Эти костюмы, рубашки, пиджаки, галстуки. Это все подбирал он. А бабочки какие, Сергей Васильевич? Да, конечно. Все он подбирал. И на кастингах, и на всех прямых эфирах. Это все он. Конечно, благодарность нашим девочкам-гримерам, которые в перерывах, в паузах здесь нас подмазывают, подкрашивают. Казалось бы, это мелочи. Нет, не мелочи. Из этих мелочей складывается закулисье нашего шоу. Понимаете? Если не будет заботы здесь о людях, ничего не будет. Понимаете? Бывает, что вот приезжаю на поезде и не высплюсь. Да, храпит попутчик в поезде. Или там, не знаю, живот схватит. Какой-то насморк, простуда. Но все мы люди. Понимаете? И когда о тебе так заботиться, это дорогого стоит. И я кланяюсь вам за это, друзья. Спасибо вам. И вам спасибо, Сергей Васильевич. Вот такой суперфинал из благодарности от Сергея Васильевича. Ну а сейчас мнение твоего наставника. Серега. Володя, ты для меня народный чемпион. Твой путь – это путь победителя для меня. Да, потому что ты человек, который прошел так далеко не потому что, а вопреки. В добрый путь, Володя. А зрителей, которые смотрят на шоу, я прошу поддержать Владимира, проголосовать за номер 09. Спасибо. И сделать это очень просто. Нужно после выступления всех артистов набрать простой номер 8 8 10 10 10 6. Далее порядковый номер в данной ситуации Владимира 09. Либо отправить 09 на 2 8 8 5 в виде смс-сообщения. Голосовать можно после выступления всех артистов. Сегодня в прямом эфире «Фактор Бай». Это был Владимир Арутинян номер 09.